Для нас это находка. Почему? Потому что с его приходом деятельность военно-патриотического клуба не то что оживилась, а практически, будем говорить, возобновилась. Ребятишки его любят. У него очень хорошая преемственность. То есть, если у нас, например, ходили раньше дети только старших классов, теперь он пытается принимать детей более совсем маленьких. Они не просто приходят сюда похихикать или что-то. Они очень серьезно занимаются. Александр ни минуты не сомневался в правильности своего решения. Был уверен, это дело ему по плечу. Наш герой прошел суровую армейскую школу в Афганистане. Мне приходилось, допустим, как на физических занятиях. Парни за ремень цепляются. Я сам бежал и слабых еще таскал, тащил. А потом-то это пригодилось каким-то образом? Естественно. То есть, где-то вот выходим, мы будем говорить так, на задание. Я дополнительно там еще нес какую-то определенную ножку. То есть, был физически здоров. И мне, ну, не то что легко, но полегче может, чем некоторым другим. Здесь-то и пригодился армейский опыт. Александр учит мальчишек основам рукопашного боя. Вместе занимаются физической подготовкой, преодолевают препятствия, разбирают и собирают автомат, стреляют. Я хочу, чтобы мальчишки стали мужиками, настоящими мужиками. Вот из пацанов мужиками, мужчинами выросли. Чтобы не были. Ну, всем предстоит служить в армии. И чтобы они уже хотя бы немного были подготовлены к службе в армии. Воспитанники клуба стали активными участниками патриотических акций. Александр достиг желаемого. Мальчишкам и девчонкам интересно быть вместе. Берутся за любое дело. Облаграживают памятники, обелиски, места захоронения участников Великой Отечественной войны. Парни заслужили почетное право провести по району Знамя Победы. Знамя Победы, Знамя Российской Федерации и флаг молодой гвардии внести. Александр с гордостью подводит первые итоги. Его воспитанники возглавили в молодежном движении района военно-патриотическую работу. Они на всех мероприятиях патриотической направленности. Мы объехали все села района. Они, как говорится, всегда в авангарде, во главе этого движения. Энергию молодых парней наставник направил на общение с людьми старшего поколения. Вместе устраивали акции, соревнования, ходили в туристические походы. Это нужно и младшему, и старшему поколению. Во-первых, молодому поколению, я тоже заметил, они вспоминают в прошлом году, как они песни с ними напели, под гармошку пели и плясали. Впечатлений масса. И старшее поколение говорит, как приятно общаться, разговаривать с молодежью. Молодежь с удовольствием с нами общалась и сказала, вы никакие не старые, вы такие же молодые, как и мы. Главное, что мы вместе. Планов и идей у нашего героя немало. Есть мечта – завоевать почетное право, нести вахту, пост номер один у мемориала воинам-сибирякам в областном центре. Наш герой уверен, она обязательно сбудется. Галина Раскопина, Сергей Шевченко. Специально для проекта «Область в лицах». Продолжение следует...